Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. Говорят, обладание чувством юмора помогает легче пережить нехватку всего остального. И, как говорил мой дедушка, как бы тебе не поставила жизнь, стой красиво. Поэтому подписывайтесь на наши анекдоты, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А мы начинаем. Ага, мы поймали вас на взятке. Что вы такое говорите? Какая взятка? Это меня подарили открытку сто лет Бенджамину Франклину. Как говорит моя соседка тетя Этя, женщины, они же существа непривередливые. Ну, бриллианты так бриллианты. Машина новая, ну хорошо, давай машину. Новая шуба тоже пойдет. Это с мужиками тяжело. Можно с цветом носков не уходить. Фима, у меня к тебе предложение. Давай ты мне денежку дашь на белье, а я потом тебе скину фотку в этом белье. Сарочка, давайте у меня есть, знаете, контрпредложение. Совершенно уникальное. Давайте вы мне скинете фоточку без белья, и мы оба сэкономим. Тайная вечеря. Иисус с апостолами поужинали хорошо. Иисус поднимается и говорит, да, классный ужин накрыли, ребята. Очень здорово, все, спасибо. А где вы деньги взяли на все это? Один из апостолов поднимается и говорит, ты знаешь, Иисус, тут Иуда какой-то гешефт задумал, вот угощает. Как говорит Соломон Маркович, вы знаете, Миша, я никогда не думал, что буду рад фразе, немецкие танки идут на Киев. Таки да. Один мужик у любовницы занимается сексом с ней. И так, и так, и так. И после окончания он поднимается, чувствуя себя голливудским лавеласом, идет на кухню, берет себе чаек, закуривает сигарету. И так это небрежненько пьет чай. Удальвитворенно затягивается. И тут забегает любовница и говорит, дорогой, сделай услугу, подточи ножи, а то мужу все время некогда. Он поднимается, берет нож, берет точилку, начинает точить, а сам думает, блядь, а кто у меня дома ножи точит? Серега, помнишь, в прошлом месяце тебя премией лишили? Ну да, помню и что. Так это я капнул. Ну ты извини. А помнишь, тебя в конце года лишили 13-й зарплаты? Ну да, помнишь, что. Так это я капнул. Ну извини. А помнишь, два месяца назад тебе строгача влепили? Ну да, помню и что. Ну да, помнишь, что. Это я капнул. Ну извини. Да ладно, Колян, чего уж там. А ты помнишь, у тебя Коля два года назад сынок родился? Ну да, помню и что. Так это я капнул. Не обижайся. Токарь на работе спокойно берет тряпочку, гаечный ключ, протирает его. Затем берет другие инструменты, начинает медленно их протирать. К нему подбегает начальник и говорит, Петров, я что-то не понимаю. До конца рабочего дня еще 40 минут. Сейчас только 17-20. А ты уже собираешься уходить домой. Начальник, ну ты сам подумай. Я пока попротираю все инструменты, пока пораскладываю все резцы, пока мусор весь, стружку позаметаю, потом пока зайду в раздевалку, пока переоденусь, пока помою всю эту, смою из себя всю эту грязь. Вот оно к шести и будет. А тебе-то что? Тебе же сильно прибираться не надо. Рот закрыл, и все. Рабочее место прибрано. Экзамен по анатомии. Профессор говорит, Ну, Иванова, ответьте на дополнительный вопрос. Как устроены женские половые органы? Ой, Эдуард Маркович, пока еще никак. Секретарша приходит на работу и смотрит из кабинета директора, выносит диван. Она забегает в кабинет, видит, директор сидит на месте. Она говорит, Петр Иванович, я что-то не поняла. Меня что, увольняют? Коля, ты что бухаешь? Так сам посуди. Все самое вкусное достается детям. Что похуже жене? А мне достается все самое противное и горькое. Такое, что даже закусывать приходится. Жена подходит к мужу и говорит, Дорогой, я смотрю, ты меня любишь с каждым днем. Все меньше и меньше. Почему это так? Говорит, дорогая, пойми, любовь тебе все та же. Просто распределение ее на единицу площади уменьшается. У левшей деньги лежат в правом кармане внутреннем. У правшей, наоборот, в левом. И только у человека, который развивает оба полушария своего мозга. Деньги лежат в швейцарском банке. Да. Яша Рабинович решил жениться на девушке Чукче. Мама с папой чуть не потирали сознание. И вот едут они знакомиться с родителями. Мама выплакала уже все слезы. Папа на нерве. Приезжают они и видят эти лица. Стоят родители девочки Чукче. И вдруг вперед выходит дедушка и говорит, Я отдаю свою внучку замуж. Поэтому хочу до бабок, до внучки подарить стадо оленей. Выходит папа и говорит, А я выдаю свою дочку, однако, замуж. И хочу подарить призк. По добычу золота. Мама с папой оживают. И тут выходит дядя и говорит, А я хочу, однако, подарить своей племяннице алмазные копии. Мама не выдерживает и говорит, Слушай, Изя, А тебе не кажется, что наша невестка Так похожа на японочку? Любимая, а что это за подарки стоят в прихожей? Не трогай. Это нашей уборщице, поварихе и воспитательнице. Подожди, у нас нет таких. Как это нет? А я? Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях. Ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока.